Более 300 представителей домов и дворцов культуры, народного творчества и других учреждений собрались в этот четверг в областном ДК «Пролетарка». Там состоялся день клубного работника в Верхней Волжье. Традиционное мероприятие, главная часть которого – награждение самых лучших по итогам года. Чествование самых лучших проходило в несколько этапов. Сначала шли награды регионального уровня. Почетные грамоты, благодарности главы Верхней Волжья вручала в Рио министр культуры Татьяна Сальникова. Среди отмеченных и коллектив ДК «Пролетарка». От его имени, знак губернатора во благо земли Тверской, получила директор Елена Богданова, которая отмечает, что за одну планку надо держать. Конечно, мне хотелось бы ту социальную функцию, для которого создавалось учреждение, ее максимально выполнять. Потому что у нас даже в уставной деятельности прописана работа с людьми с ограниченными возможностями, работа с национальными диаспорами. И, конечно, безусловно, это вообще работа с детской аудиторией и с людьми пожилого возраста. Отраслевые награды были вручены 33 номинантам. Среди них хормейстеры, режиссеры, художественные руководители, методисты. Кроме того, 15 человек стали лауреатами премии «Отрасли культура» в номинации «Лучший клубный работник». Особенно важно, что среди тех, кто в этот день получил награды, было много представителей муниципалитетов, где происходит немало позитивного. Например, в Старецком районном ДК совсем скоро откроется современный кинозал на 400 мест. Кино у нас уже нет очень давно. Население не может посещать. Они куда-то вынуждены выезжать. Мы в этом году участвовали в фонде кино и получили субсидию на создание кинозала. Все смогут увидеть и новинки последние в 3D-формате. То есть все это станет доступно, не уезжая из нашего населенного пункта. Сегодня во всех ДК Тверской области проходит занятие более чем в тысячи самодеятельных коллективов. В регионе работают 678 культурно-досуговых центров и сельских домов культуры. В них трудится 3780 сотрудников. Они ежегодно проводят более 64 тысяч мероприятий, благодаря которым жители Верхней Волжи всех возрастов приобщаются к историко-культурному наследию родного края.